15 декабря 1922 года в селе Нижнее Ищередь, ныне Кораблинский район, родился Павел Андреевич Галкин. На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах П-2 и Бостон А-20G. Экипаж Францева, Галкина, Антипычева потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10 тысяч тонн, транспортное судно водоизмещением 1500 тонны, мотобот, а также два транспортных судна водоизмещением 8 тысяч тонн в составе группы самолетов. Мы как-то уже привыкли чтить наших героев после смерти, если можно так сказать. То есть, привыкли, что война была когда-то давно, что герои эти были когда-то давно, и вот эта память, она в нас, конечно, живет, но мы не можем сказать лично слова благодарности этим людям. А вот встреча с Павлом Андреевичем Галкиным – это замечательный пример сказать то, что мы должны были сказать, то, что мы сейчас хотим сказать человеку лично. Сказать те слова благодарности, поклониться ему в пояс, потому что вот эти люди отстояли в свое время великую страну и дали нам, последующим поколениям, шанс жить и жить достойно. Летом этого года делегация «Комсомольской правды» отправилась к Павлу Андреевичу в Ейск. Несмотря на множество журналистов, которые бывали у ветеранов последние годы, земляков фронтовик встретил с радостью. Когда он узнал, что из родной Рязанской области к нему приедут, он так немножко воодушевился, но когда началась беседа, в принципе, мне кажется, он вообще был очень рад, вспомнил, что мы, рязанцы, казап Касапуза и обнял нас, вот, и на следующий день еще нас принимал. Результатом поездки стало шестичасовое интервью с фронтовиком. Прочитать полную версию в нескольких частях можно на страницах газеты «Комсомольская правда». И эта история стоит внимания. Ведь Павел Андреевич начинал свою службу в ПВО, затем стал пилотом. Безупречное знание географии и карт. Умение предугадать по косвенным признакам погоду сделало из него не просто уверенного летчика, но героя, который мог принимать решения, неожиданные для врага. У его сослуживцев существовало поверье – летишь с Галкиным, над морем точно сбит не будешь. Результатом нашего совместного проекта «Нам есть кем гордиться» стала вот такая книга. Они родились рязанцами, в которой мы собрали биографии всех героев Советского Союза, рожденных на рязанской земле. В том числе здесь есть и биография Павла Андреевича Галкина. Он держал в руках эту книгу, почитал свою биографию, увидел, что все в ней написано правильно и написал нам стихи. Сегодня, в день рождения Павла Галкина, в Ейске находится представитель комсомольской правды Александр Ефанов. Ему поручили вручить герою памятный подарок от региона. Это последний, к сожалению, герой Советского Союза из ныне здравствующих, который родом и из Рязанской области. Комсомольская правда и Рязани приехали в Ейск, чтобы отдать дань уважения ветерану и передать... Мы передали от правительства Рязанской области знак, благодарность земле Рязанской. И, может быть, это будет звучать смешно, но мы передали и кирпич, кирпич. Обыкновенный красный кирпич, но он... Это кирпич дома, где родился и вырос Павел Андреевич Галкин. Помнить о героях, пока они живы, говорить спасибо, пока они живы. Это настоящая честь для благодарных потомков. Марина Кобесарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».